КОРОНАВИРУС Смертельне коронавірус наближається до України. Сьогодні в Білорусі та Росії зняли з авіарейсів із Китаю пасажирів з підозрілими симптомами. Симптоми, як у звичайної застуди, але недуга швидко атакує легені, спричиняючи пневмонію. Інфікованих вже більше тисячі, загиблих десятки. Коронавірус виявили в Китаю, провінцій Хубей, але він швидко вийшов за межі Піднебесної. Итак, всем привет! Сегодня затронем тему китайский коронавірус. Что это такое, с чем его едят? На самом деле, это серьезная вещь. Город Ухань, Китай, город Миллионник. Первая вспышка произошла на рыбьем рынке, где торговали дикими животными, летучими мышами и тому подобное. Вирус мутировал и научился передаваться от человека к человеку посредством воздушно-капельного пути. Конечно же, информация неоднозначна, что-то утверждать сложно. Китай – закрытая страна, и поэтому немного она боится распространения информации. Но настораживает цифры. Если мы обратимся к Википедії и посмотрим, что такое эпидемия, то на самом деле получается, что эпидемия – это 5% от общего населения заболевших. В отдельных случаях это 1% от общего населения. Нам говорят совсем другие цифры. Тысяча заболевших, 80 умерших и тому подобное. Но давайте мы с вами возьмем калькулятор и посчитаем 11 миллионов жителей в городе. И 5% – это совсем другие цифры. Поэтому, друзья, настораживает такой вот факт. Информация, получается, нам доходит не полностью. Конечно же, слышал разные источники информации, которые говорят о том, что это китайские ученые сами запустили этот вирус. Но зачем оно им надо? Неужели китайцы решили сами себя отравить? Или может полностью разнести этот вирус? Другая информация звучит о том, что Америка и Китай ведут определенную торговую войну. Сейчас с Алиэкспрессом многие люди боятся забирать посылки. Хотя ученые утверждают о том, что вирус передается только воздушно-капельным путем. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране неоднозначная. Все очень страшно запущено. И поэтому можно рассчитывать только на свои силы. Сразу хочу сказать вам так. Без паники. В любой панике порождаются непредсказуемые действия. Конечно же стоит озадачиться тем вопросом, как поступать, чем лечиться. Стоит проводить профилактику, мыть руки, проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, заниматься дыхательными гимнастиками. И поэтому меньше употреблять алкоголя, курение, по максимуму отказаться от всех вредных привычек и молиться. Вот единственный совет, который мы можем получить. Лично я постарался собрать информацию со всех своих коллег-одногруппников, которыми учился ранее в медучилище, которые сейчас работают в той или иной медицинской сфере, то они утверждают. Как таковых методов безопасности нет. Есть только профилактические методы. В Украине вводится карантин. За свои будет использоваться масочный режим. Конечно же не стоит поддаваться панике, бежать куда-то, закупать какие-то антивирусные, противовирусные, иммуномоделирующие, иммуностимулирующие препараты не стоит. Потому как это может быть определенной паникой для того, чтобы как раз на этом заработать. В первую очередь постарайтесь ограничиться поездками в Китай. Скорее всего вам это и не позволят сделать. Во-вторых, те методы контроля и выявления людей, которые используют сейчас этот термический скрининг, он на самом деле не работает. Так как есть информация о том, что женщина уже хвасталась в соцсетях тем, что она обманула этот термоскрининг, применив жаропонижающие средства. Друзья, ну насколько это умный поступок. Этот вирус очень опасен тем, что у него инкубационный период 2 недели. И за этот период мы можем пообщаться с разным количеством людей. Паниковать, конечно же, не стоит. В первую очередь хочу обратиться к вам и сказать о том, что без паники. На данный момент в Украине не зафиксированы случаи болезни. Были псевдо зафиксированы, но оказалось совсем другое на сегодняшний день. Но цифра может меняться ежечасно. Поэтому будьте всегда насторожны. В первую очередь самосознание. Рассчитывать приходится только на себя. Я связывался с девочкой, которая живет в Китае. Она сообщает о том, что им запретили выходить на работу. У них уже несколько дней карантин. Хотя она не живет в Ухане. Она живет в другом городе. У них обязательный масочный режим. Я спрашиваю, ты купила себе покушать? Она говорит, нет, буду выходить. Ну и пожелание только дорогая. Береги себя. Береги себя. И все-все-все, кто сейчас в Китае, мы за вас очень переживаем. Берегите себя в первую очередь. Меньше контактируйте с возможными инфицированными людьми. Привет, привет. Привет, Семискита. Я сейчас нахожусь в городе Анчень. Мы не работаем. У нас карантин. Мы отдыхаем. Мы можем выходить только в магазин за продуктами. В остальное время мы сидим дома. Продуктов в магазине, к сожалению, очень мало. Потому что праздники, потому что коронавирус. И все люди стараются купить продукты и сидеть дома. Вчера я ходила в магазин. На улицах очень пусто. Людей нет. Все закрыто. Ничего не работает. Работают только несколько магазинов. В принципе, уже есть хорошие новости. Есть уже много людей, которых исцелили. Которые уже здоровы и находятся дома. Все люди ходят в масках. Все проводят дезинфекцию. Все хорошо. Все артисты Китая. Все мои друзья, слава богу, уже здоровы. Мы все находимся дома. Не контактируем с китайцами в целях безопасности. Поэтому, друзья, не паникуем. Держим себя в руках. В аптечку бежать не обязательно. Но следите за своим состоянием здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Будьте самосознательны. И обращайтесь в больницу при первых же симптомах болезни. Всем хорошего дня. Удачи вам, любви и терпения. С вами был Георгий Соколовский. Ждем только позитивных новостей.